Доброе утро, наши дорогие, любимые телезрители! Мы уже соскучились. Встречайте новый день с нами, и мы обязательно зарядим вас позитивом. Всем привет! За окном чудесная пора, прекрасная зима. Я вот, кстати, очень вдохновляюсь прогулками по заснеженному лесу. И это меня так умиротворяет, и я прям нахожу в этом какую-то гармонию. Да, у нас вообще в округе столько приятных и полезных активностей. Лыжи, коньки, зимние мероприятия. Я вообще обожаю парк Патриот. Ты была там? Да, конечно. Это потрясающе. Кстати, давайте посмотрим прямо сейчас сюжет из Патриота о зимних активностях, которые там проходят. Яркие выступления профессиональных фигуристов, поздравления Деда Мороза и Снегурочки и, конечно же, новогодняя атмосфера. На Соборной площади главного храма Вооруженных сил России открыли главный каток Подмосковья. Все посетители смогли принять участие в насыщенной программе. Решили приехать здесь, посмотреть вот эту красоту, которую создали Минобороны. И очень под большим впечатлением. Все потрясающе, отлично. Мы приехали сюда с семьей. Бываем каждый год. В этом году выпала такая возможность попасть на открытие замечательного катка. Он один из самых лучших, на которых я был, ну, открытых имею в виду. Посещение катка и прокат коньков бесплатно. Покататься сюда могут прийти все желающие с 10 утра до 10 вечера. Кроме того, на протяжении новогодних праздников в парке Патриот будут работать горки, запланированы катания на упряжках хаски и другие активности. А вот я предлагаю нашим телезрителям написать нам в Телеграм-канал, какие же есть у них прекрасные зимние развлечения. А что для этого надо сделать? Прямо сейчас навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, который видите на экране, и вперед писать нам самое интересное. И главное, не забудьте подписаться, и мы будем у вас всегда под рукой. Совершенно верно. А я вот вчера вышла погулять на нашу центральную площадь и увидела жителей, которые активно проводят время зимой. Я, кстати, тоже соблазнилась и прокатилась на горке. Ой, слушай, я предлагаю прямо сейчас узнать у наших телезрителей, какие зимние забавы они предпочитают. И если мы услышим что-то новенькое, мы обязательно это попробуем вместе. Может быть, снимем даже про этот сюжет. Да? Обязательно. Дорогие друзья, рубрика про опрос прямо сейчас. Всем привет, это рубрика про опрос. Давайте узнаем, как жители Одинцово любят развлекаться зимой. Ну, я люблю кататься на санках с друзьями, играть в снежки, делать снеговиков, снежные иглы. Я люблю только рыбалку летнюю. 11 класс, я готовлюсь к ЕГЭ, все свободное время. Спасибо. Свободного времени нет совсем. Не хожу ни туда, ни сюда. А еще, дорогие друзья, сегодня, 18 января, отмечается крещенский сочельник. Именно он завершает период рождественских праздников. В этот день проводят главные приготовления к крещению. Я, например, сейчас говорю, у меня мурашки бегут. Возможно, смогу очередной раз преодолеть себя и провести крещенские купания. Если все пройдет удачно, я обязательно покажу, как это было. Но сейчас давайте просто вспомним, как это было в прошлом году. Православные христиане отметили светлый праздник – крещение Господня. В ночь с 18 на 19 января, несмотря на крепкий поистине крещенский мороз, десятки жителей устремились к заранее подготовленным прорубям и купелям, чтобы по традиции окунуться в святую воду. В Одинцовском округе центральным местом празднования стал Звеньгородский Савино-Сторожевский монастырь. В торжественной службе принял участие глава муниципалитета Андрей Иванов. И тебе славу высылай, отцу и сына и святому духу, ныне и поясно, и вовеки веку. Аминь. В Одинцовском округе оборудовали 8 площадок для крещенских купаний. Первая открылась для верующих купель в лесном городке. В 9 вечера – в деревне Дунино. В числе самых младших прихожан – 8-летний Лев и 6-летняя Алиса. Они участвуют в обряде омовения уже 4 года подряд. Просто обсуждали праздник, да, и вот, ну, дети сами для себя приняли решение, что хотят, хотели бы окунуться. То есть, ну, в принципе, мы их не заставляли, не уговаривали особо. Просто приехали и окунулись. В полночь торжественная служба началась в деревне Сколково. После освещения воды все желающие смогли в нее окунуться. Естественно, это вопрос безопасности. Здесь у нас присутствуют и сотрудники ГИБДД, и полиции, и МЧС, и медицинские работники. В этом году дополнительно мы привлекли волонтеров, которые также помогают в обеспечении безопасности данного мероприятия. Полиция, бригады медиков и волонтеры работали в эту ночь на каждой площадке, где проходили крещенские купания. В Сколкове за безопасностью также следили представители аварийно-спасательного формирования Центра гражданской защиты Одинцовского округа. Мы выставили средства спасения, такие как круги. У нас личного состава пять человек. С собой имеем спас-жилеты. Будем обеспечивать безопасность на входе, на выходе в купель. Помогать людям выбраться из нее. В Сколкове массовые купания на крещение проходят уже седьмой год подряд. Их организацией занимается территориальное управление Ново-Ивановское и сами жители. В этом году они построили две стационарные купели. Чтобы соорудить их, активистам пришлось распиливать лед толщиной 50 сантиметров. Обустройством площадки занимались пять дней. Забивали сваи сюда, железобетонные такие самые, варили их. И все, чтобы народ здесь смог уже долгие годы, чтобы потом уже не переделывать, чтобы могли здесь и делать омовение. Еще одна купель в крещенскую ночь работала в деревне Жуковка. Желающих совершить омовение здесь выстроилась целая очередь. На холод никто не жаловался, тем более, что под рукой всегда был горячий чай. Ну а после мороз и вовсе ни почем. Супер! Ощущения классные. Да и не холодно. Так ножки немножко подмерзают. Боль уходит, а триумф отстает. Верующие ради здоровья, для силы, для энергии. Крещенские купели также работали в Кубинке и других населенных пунктах округа. На всех площадках были оборудованы отапливаемые раздевалки, организована полевая кухня и горячий чай. Всего безопасность обеспечивали около 70 человек и 25 единиц техники. Какой чудесный и светлый праздник! А еще в этот день отмечают невероятный праздник – День снеговика. Я предлагаю тебе после программ тоже пойти и слепить, пока лежит снег. Он еще будет долго, надеюсь, лежать. И что-нибудь придумать вместе, слепить снежную фигуру. А помнишь, как было одно время, когда лепили из грязи снеговиков? Помнишь, когда шутки были такие, что снега не было? К счастью, мы сейчас находимся в «Зимней сказке» и можем это делать. Я с удовольствием воспользуюсь твоим советом. И, кстати, я еще недавно задумался, сколько полезного у нас вообще в округе. А главное, сколько у нас добровольцев и волонтеров, которые делают жизнь округа чуточку легче и чуточку светлее и добрее. А самое главное, они настолько юны, но уже нашли свое призвание по жизни. И прямо сейчас мы посмотрим сюжет об одном из них. Реализуют памятные акции, наполняют книги памяти, составляют музейные экспозиции. А еще помогают в сборе гуманитарной помощи и реализации полезных акций по всему округу. В администрации муниципалитета состоялось вручение премии общественного признания в сфере благотворительности и добровольчества «Добро ОГО». В числе шести номинаций, по которым наградили участников, одной из важных является «Социальный журналист года». Журналист – человек, который доносит до общественности информацию, разную информацию. Социальный журналист доносит социально значимую информацию. И среди волонтеров это вдвойне важно и вдвойне почетно, потому что волонтеры – это люди, которые делают все по зову сердца. Добро – это не слово, а действие, уверен победитель в номинации «Волонтер года». Ренат занимается волонтерством уже три года и останавливаться на достигнутом не собирается. У добровольца большие планы на будущее. Огромное количество мероприятий, где получил много новых друзей, много новых знакомств, впечатлений. И думаю, то, что награда была заслужена. Но я со своей подругой заслуживаю это в войне. И заслуживает эту награду каждый волонтер, который был с нами. Определение победителей проходило в два этапа – оценка экспертного совета и народное голосование. Организаторы уверены, что церемония станет традиционной и будет продолжена в следующем году. Дорогие друзья, и прямо сейчас у нас гость в студии, герой эфира, герой сюжета. Дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты. Волонтер Подмосковья, победитель в номинации «Волонтер года» Ренат Назимов. Ренат, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Расскажи, пожалуйста, как ты начал заниматься волонтерством и почему тебя это заинтересовало? Ну, на самом деле, волонтерством я начал заниматься с шестого-седьмого класса. Мне предложила просто подруга из-за того, что было скучно на уроке. Я зарегистрировался на сайте волонтеров. И мне через две недели, два дня пришло письмо о том, что меня взяли волонтером. И потом, в определенном промежутке времени, где-то года два, мероприятий было не очень много, но когда началась пандемия коронавируса, мы уже со второй волны, я начал активно помогать в Гнезденцовском молодежном центре, где занимался адресной помощью. Помогал бабушкам и дедушкам, приносил им продукты, лекарства и оказывал психологическую помощь. О, ничего себе! Скажи, а вот ты когда сидел, когда тебе было скучно, вспомни тот момент, когда на уроке скучно, и ты отправил заявку на волонтерство, какие специальные навыки от тебя требовались? Или ничего не нужно было? Добродушность, товарищество и, в принципе, все. Знания языков, возможно? Нет, в шестом-седьмом классе этого было неважно, ну, для тринадцатилетнего. То есть никаких специальных навыков для того, чтобы стать волонтерами, не требуются, дорогие друзья? Да, ну, желательно от 14 лет быть волонтером. И в зависимости от направления, от движения волонтерского, там будут специальные персональные навыки, которые нужны будут. Ренат, скажи, пожалуйста, ты вот успешно занимаешься волонтерской деятельностью и уже получил премии. В каких проектах ты участвовал? Может быть, каких-то грандиозных, знаменитых, и какие самые значимые для тебя? Ну, проектов не очень много. Я так считаю, что, на самом деле, я сделал очень мало в плане проектов, но большое количество форумов, тематических и волонтерских, занимает отдельная полка для моей жизни. Также еще есть, мы пишем собственные проекты, где мы указываем, где мы решаем самую значимую социальную проблему. И сейчас основной упор идет на это. И есть уже какие-то проекты, которые уже можно реализовать на городском округе Одинцово. Ренат, а расскажи, пожалуйста, вот недавно тебя награждали волонтером года. Это такая честь, наверное, для тебя. Как вообще было трудно получить и за что? За что же тебе дали такую награду? Да. На самом деле, тут в премии «Волонтеру года» я был очень сильно удивлен, что выиграл я. На самом деле, я номинировался на эту премию вместе со своей лучшей подругой. И как бы кто-то, мы бы оба радовались за нас, что кто-то из нас выиграет. Мы уже говорили о том, что это наша победа. Год назад я не думал, что я выиграю эту премию. Я уже был рад в том, что я вот к чему я пришел. Это уже хорошо, потому что люди выражают свою благодарность. И это уже лучше всяких премий. Но премия тоже хорошее достижение. А какие-то преференции у тебя теперь есть? Какого волонтера, лучшего волонтера? Нет, в принципе, мы работаем все наравне. Еще больше буду работать, да? Да, очень хочется еще больше работать. Буду обучать, больше работать. Но еще нужно сохранять баланс между школой и волонтерством. Скажи, а что самое сложное в волонтерстве? Самое сложное – это сохранять баланс между семьей, личной жизнью и волонтерством. Это прям нужно уметь. Нужно учиться этому. А именно в самой специфике? То есть в работе с людьми, в помощи? В принципе, работа с людьми, она довольно тяжела. И иногда стоит знать некоторые аспекты при общении с ними. В основном бывают иногда некоторые скандалы. Но нас учат их избегать. Нас учат их избегать. И в основном за нас вступаются. У вас есть все-таки какая-то защита. Не только психологическая, но и наша. В обиду вас никто не даст. Да. Ренат, а может быть, вспомнишь какой-то случай, вот именно связанный с твоей деятельностью, который недавно был и который принес тебе больше эмоций? Недавно было, а их два, если могу рассказать. Первое, это год-полтора назад я на мероприятии сделал... Нам специально Одинцова сделала мероприятие волонтерский каток в парке Ростолья. Мы там катались. Мы сначала помогали, а потом нас спустили на каток покататься. И я сломал ногу. О, отлично покатался. Но, сломал ногу, но ребята меня поддержали, пока ждали спору. Друзья, волонтеры. Да, друзья меня поддержали, они пели там песни мне. Это был очень такой приятный момент. Конечно, неприятно ломать ногу, но очень приятно получать там внимание и песни мои любимые, когда играют на китаре. Второе, это я поехал от Одинцовского молодежного центра, представлял более миллиона учащихся в Московской области. И поехал на первый съезд российского движения детей и молодежи. Там были дети со всей России, все активные дети. Там, начиная от Калининграда, заканчивая до Владивостока. То есть, огромное количество детей. Нас было больше тысячи. Мы собрались в центре Москвы, в Манеже. Мы жили четыре дня в отеле, и мы со всеми так познакомились, законнектились, что мы до сих пор с ними общаемся. И это очень круто. Скажи, а вот у тебя есть ли друзья не из волонтерской среды, которые... Как они относятся к твоему увлечению, к твоим интересам? Есть, конечно, друзья, которые не из волонтерства. Они к этому относятся нормально. Они, конечно, иногда жалуются мне, что я не сохраняю баланс этот. Но, в принципе, я думаю, они гордятся тем, что я делаю. Да, но это же благое дело. Потому что, ну, как только у нас это все входило, так сказать, в наш обиход, вообще и понятие волонтерства, это было нечто такое, ну, зачем ты этим занимаешься, это же какое-то вот просто помогать, ходить, это никак тебя не поощряет и так далее. Сейчас же это другая ментальность, другая психология. Сейчас, наоборот, волонтеры смотрят как на людей какой-то другой, такой, людской категории, что ли. И вот наверняка у тебя были и такие, кто говорит, да что ты ерундой какой-то. А сейчас, наверное, уже все гордятся, говорят, у меня волонтер, лучший волонтер в друзьях. Нет, такое, конечно, не говорят, но, в принципе, вопросы насчет того, зачем ты это делаешь, ты это беспланно, тебе должны за это платить, они, конечно, были и будут. Но эти люди потом уже осознают, что это идет не ради денег, поощрения, это идет от души, от сердца. Когда помогаешь, ты становишься, тебе становится лучше, легче, вот, выбрасываешь все негативные эмоции, так сказать, через добрые дела. Ты становишься богаче, духовно богаче. Да, да. Огромное сердце. Ренат, тогда у нас такой вопрос, какие же планы на этот год ты себе наметил, может быть, тоже примешь где-то участие и также возьмешь очередную награду? Ну, не думаю насчет очередной награды, но, в принципе, есть план на год. Это реализовать свой собственный проект, который выиграл на форуме, это лечение детей-инвалидов с помощью собак, это инновационный метод канистерапии называется, и реализовать вместе со своей командой, с друзьями в городском округе Одинцова. И у меня, конечно, есть амбассадорство, мое первое амбассадорство российского движения детей и молодежи, и вовлечь все больше учеников, учениц в это движение, где собрали просто все направления для активной жизни в школе. А вот ты говоришь, у тебя там друзья есть, кто-то, а вот сейчас нас смотрят много достаточно людей, а что ты можешь посоветовать начинающим волонтерам или людям, кто вот хочет заняться добровольческой деятельностью? Я бы им хотел сказать, все, что вы делаете, это очень ценное, продолжайте это делать в хорошем ключе, помогайте родным, близким и окружающим, и вы будете волонтерами года. А теперь наша любимая рубрика Блиц-опрос, то есть отвечаешь коротко и... Мы задаем тебе вопросы, ты на них отвечаешь, можешь коротко, можешь развернуто, это как твоей душе будет угодно, а мы с удовольствием будем тебя слушать. И первый вопрос, у тебя есть девиз по жизни? Да, есть, конечно, девиз, это все, что ты потерял, вернется в другой форме. Интересно. Следующий вопрос, твой любимый завтрак? Я не завтракаю. Опа, вот секрет, мы нашли секрет, дорогие друзья. Мы нашли этот секрет, ты не завтракаешь? Не завтракаю. Как ты благие дела делаешь без энергии утренней? Может быть, чашечка кофе? Наверное, чая. Чашечка чая. Рената, а что тебя мотивирует больше всего? Меня мотивируют те люди, которые уже добились многих высот, и когда с ними общаешься, ты зажигаешься и пытаешься сделать еще больше. Сложно. Теперь вопрос. Опиши себя в трех словах. Очень сложно. Наверное, добрый, активный друг. Добрый, активный, дружественный. Дорогие друзья, ну что ж, нам остается пожелать Ренату успехов в этом начинании. Спасибо огромное, что ты даришь себя, даришь себя благим делам, даришь свое добро, даришь свои улыбки. Это очень ценно, и то, что ты говоришь правильно, то, что от вас уходит, оно возвращается обязательно в другой форме. И, друзья, не бойтесь делать добро, и не ждите какого-то поощрения в ответ. Все придет обязательно, но в другой форме, как сказал наш удивительный добрый гость. А с вами мы увидимся через несколько секунд. Так, чем бы таким полезным начать заниматься в этом году? Может быть, наладить свой режим? Ты знаешь, я думаю, что его сложно, но можно наладить, можно и поддерживать. Я вот максимально старался придерживаться и режима, и по питанию, и по времени в новогодние праздники. Может быть, сейчас мои друзья, кто посмотрит, скажут, да нет, он ел и сладкое, ел и мучное. Да, именно, но нужно было сохранить баланс и гармонию, и не удариться, как говорится, во все тяжкие. Поэтому обязательно нужно держать, как бы, эту гармонию, и тогда все у вас получится, дорогие друзья. А еще, чтобы держать гармонию, нам может помочь наш следующий сюжет про здоровье. Там много полезного. Гриб – это серьезное заболевание, но и также к серьезным заболеваниям относятся и ОРВИ, хотя ОРВИ считается сезонным. Ломота, кашель, повышение температуры. Мы без разбора начинаем принимать различные препараты, что губительно сказывается на нашем здоровье. Что же делать, узнаем прямо сейчас и узнаем, какие же есть меры профилактики ОРВИ. Есть неспецифическая профилактика. То есть нужно одеваться по погоде, избегать посещения общественных мест с больших скоплений людей, надевать маску, промывать нос, когда пришли домой. При ОРВИ принимать антибиотики нельзя, потому что антибиотики на бактериальный процесс назначаются. Если появляются первые симптомы простуды, без консультации специалиста можно порекомендовать оставаться дома, соблюдать постельный режим, изолироваться в отдельной комнате, обильное питье, витамин С и ждать доктора. Не занимайтесь самолечением. Помните, что самая легкая и вроде бы простая болезнь может затянуться и придется очень долго восстанавливаться. Одевайтесь по погоде и помните, здоровье в наших руках. Берегите себя и своих близких. А я вот в зимние праздники еще успела и спортом позаниматься. И самое главное, надо тепло одеваться, и тогда точно любая активность будет по плечу. А я вот со вступлением в Новый год, зная, что предстоит 19-го числа купаться в холодной воде, я начал потихоньку подготавливать свой организм. Сначала из сауны принимать холодный душ, потом просто контрастный душ. То есть я занимаюсь тем, что подготавливаю свой организм к крещенским купаниям. И, дорогие друзья, я вам скажу, что без какой-то подготовки делать это я бы, например, не рекомендовал. А еще рекомендуется обязательно не пропускать нашу рубрику про спорт, в которой вы сможете узнать, как правильно подготовиться к крещенским купаниям, да и не только, как правильно войти вообще в этот год на спортивной ноге. Смотрим про спорт. Сегодня мы находимся в гостях у спортивной школы Одинцова, чтобы узнать, как тренируются наши хоккеисты. Александр Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как прошел ваш спортивный год, какие успехи и достижения. Ну, наш спортивный год или сезон начинается в середине июля, то есть 15 июля где-то вот мы так начинаем. Начинаем подготовку мы обязательно с общей физической подготовки. То есть занятия проходят только на земле. Две недели мы тренируемся, развиваем общие физические способности и особенности развития ребенка. Вот именно вот в этом возрасте, в данном, что им нужно, какие упражнения, какая нагрузка распределяем для данного года и для данных возрастных категорий. То есть у нас идет там общая физическая подготовка, то есть бега, прыжки, развиваем организм, укрепляем. И после этого, через две недели уже выходим непосредственно на лед. То есть совершенствование уже переносим на хоккейные рельсы, так сказать, в физическую подготовку. Уже идет у нас техническая, это техника катания, владение клюшкой, шайбой, техника передачи, приема. Там тактические упражнения уже начинаются там один в один, один в ноль, два в ноль. И уже после этого у нас идет специальная подготовка, то есть это мы уже начинаем играть товарищеские игры с соперником. Мы участвуем в турнирах предсезонних. И уже с начала сентября у нас начинается наше соревнование, открытое первенство Московской области и Кубок Москвы. И начинаем играть. Играем мы два раза в неделю. Субботу на Москву, в тресенье играем на область. Игр много, детям очень нравится, когда много игр плюс тренировки у нас это все. Закрепляем играми. Расскажите, пожалуйста, какие качества должны быть у начинающего хоккеиста? У начинающего ребенок в первую очередь сначала должен хоккей. Ему должен нравиться этот вид спорта – хоккей. После этого, естественно, что качества у него должны присутствовать. Первое – это дисциплина. Ребенок должен быть дисциплинированный. Должен понимать, куда он приходит, что он хочет. Нужно внимательнее быть на тренировках, слушать, что говорит тренер. Еще помимо того, что слушает, нужно это выполнять. Вот такие качества. И мы, в принципе, развиваем. В первую очередь не только стать, чтобы он был хоккеистом. Мы в первую очередь развиваемся, чтобы он личностью был. Личностные качества. Я уже говорю, это дисциплина. Умение общаться в коллективе. Хоккей – коллективный вид спорта. Ну, вообще, хоккея очень много. Очень много качеств нужно, чтобы стать спортсменом хорошим. Давайте спросим об этом еще ваших ребят. С удовольствием. Расскажи, пожалуйста, как проходит твой день хоккеиста. Мой день начинается так же, как у обычного жителя Москвы и Московской области. С подъема в 6 утра, но немного спортивным наклоном. Утренняя зарядка. Тренировки довольно сложные, но наша команда с ним справляется. Тренируюсь я примерно по 5-6 часов в день. Так как я вратарь, я много всего умею. Жонглировать, растяжка, базовые качества, отжимания, приседания, пресс. Ответственность очень важна для хоккеиста, вратаря. Для вратаря именно она важна для последнего рубежа, когда защиты уже нету, выход 2-3-0, и остается последний рубеж – это вратарь. Ты несешь ответственность за команду, за себя, чтобы шайба не прилетела к тебе в ворота. Я защитник, мне надо защищать ворота, главное не бояться и не делать ничего лишнего. Что ты делаешь на тренировках? То есть какие элементы вы с тренером изучаете, проходите? Ну, 3-2 атака, потом качели и новая у нас схема – паровозик. Обработка ударов – это мы учимся сильнее бросать, а дриблинг мы учим владение клюшкой. В каком возрасте стоит начать заниматься хоккеем? Ну, начать заниматься хоккеем, да, вообще как бы начать нужно заниматься спортом сначала. Хоккей – это уже маленько позже, маленько позже должен начинаться. На сегодняшний день, это 5 лет, это самый возраст для того, чтобы начать занятия хоккеем. Раньше до 5 лет можно заниматься, или гимнастику можно ходить, можно там кружки спортивные ходить. Сильно рано, я считаю, хоккеем не надо начинать заниматься, только в 5 лет – это самый такой оптимальный возраст для начала занятия хоккеем. Какая миссия у тренера во время тренировки? Какие элементы выполняете? Ну, тренировки подразделяются у нас на общую физическую подготовку и на специальную подготовку, то есть на льду. В зале ФУП мы в данный возраст, у нас 2010 год, мы развиваем координацию движения, ловкость, акробатические элементы, то есть развитие вестибулярного аппарата, то есть акробатика и общую физическую подготовку. На льду мы обязательно совершенствуем, мы всегда постоянно говорят, техника катания, техника катания, катания, чтобы было идеальное катание у наших ребят, для того, чтобы это потом в играх им было все это легче, обыгрывать соперника. Можем сейчас посмотреть вашу тренировку? Да, пойдемте посмотрим. Основная тренировка у ребят начинается на льду. Здесь спортсмены развивают гибкость, ловкость и точность движений. Тренер всегда открыт для общения с начинающими хоккеистами. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается ваша тренерская деятельность именно на льду? Мы поддерживаем мастерство классов наших подопечных. В первую очередь мы из них пытаемся воспитать будущих профессионалов, спортсменов и порядочных людей. Суть нашей работы заключается полностью в поддержании физической формы, ну и чтобы ребята постоянно были увлечены в этот вид спорта. У детей в первую очередь трудолюбие. Как говорится, дисциплина побеждает класс. Полностью команда должна быть дисциплинированная. Самоотверженная, полностью с характером должны быть ребята, без этого никуда. А мастерство со временем можно нагнать, не беда. А у тренеров полностью должны быть с командой на одном уровне. Понимать детей, чтобы дети были уверены в нем и чувствовали от него полностью поддержку. Вот это самое главное. Занятия у команды не только на льду, но и в зале ОФП. Большое внимание уделяют отработке бросков и технических элементов. Каким соревнованиям готовитесь сейчас? Ну, сейчас мы продолжаем выступать в атлетном первенстве Московской области и на Кубке Москвы. Мы с сентября по апрель участвуем в этих соревнованиях. И этот процесс у нас непрерывный. С сентября по апрель мы непрерывно готовимся. Каждый из недели в неделю готовимся непосредственно к играм. Как развивается хоккей у вас в спортивной школе? То есть можете ли вы выделить какие-то этапы за этот год, за прошлый? Ну, непосредственно, если по своему году говорить, то у нас класс спортивной направленности. То есть у нас дети могут совместить школу с занятием спортом, не мешая ни школе, не мешая спорту. То есть у нас двухразовые занятия до школы, у нас первое занятие техническое, мы такое проводим чисто на технику. Второе у нас уже идет общекомандное занятие после школы. То есть у нас двухразовые тренировки. То есть получается у нас в неделю у нас шесть занятий на льду, шесть занятий на льду, плюс четыре занятия УФП. Так что достаточно тренировочный процесс емкий, объемный, тренируемся мы много, усердно. Какие советы дадите начинающим спортсменам и их родителям? Ну, советы непосредственно, если по хоккее, то ребенок должен у нас соответствовать тому, что он хочет в первую очередь желание ребенка. Это совет, чтобы ребенок, родители ребенка приводили, если он сюда хочет идти, чтобы они сюда не заставляли сюда идти, чтобы он шел сюда, сам занимался с удовольствием. Такое вот желание, желание ребенка. А если родителям? Ну, родители приводят, да. Ребенок может в процессе уже непосредственно где-то уже начинать понимать и включаться в это хоккейное общество наше. Александр Петрович, спасибо. А с вами была Екатерина Крамер. До скорых встреч. Болеем за наших хоккеистов. Я надеюсь, никто не забыл, что этот год обещает быть самым творческим. Главное – раскрывать свой потенциал и открываться всему новому. Не так ли? Я, например, планирую взять годовой абонемент по рисованию, потому что меня так вдохновил наш главный редактор Илья и Полиночка Бахова, что теперь мои руки чешутся в плане творчества, и мне очень хочется освоить новые и новые азы в этом искусстве. Дорогие друзья, ну прямо сейчас давайте посмотрим рубрику про творчество с Полиной. Быть может, и вы почерпнете для себя что-то полезное прямо сейчас. Дорогие телезрители в эфире творческая мастерская на ОТВ и с вами Полина Бахова. И сегодня я покажу, как сделать необычных ангелов из обычных ниток. Итак, чтобы сделать новогоднюю игрушку в виде ангела, мы используем ниточки. И можно использовать пушистые ниточки, либо веревочные нитки из хлопка. Берем шаблоны, необходимые нам величины. Если мы хотим сделать больших игрушек, то, естественно, картонка должна быть большая. И наматываем нитки. Наматываем ниточки на них. Когда мы намотали нужное нам количество, отрезаем. И берем картоночку поменьше. Берем нитки другого цвета. Можно сделать нитки такого же цвета. И также наматываем. У нас ангел будет состоять из двух частей. Мы делаем ему туловище. И делаем ему красивые длинные волосы. Наматали. У нашей игрушки есть очень важная деталь. Это голова. Для этого нам нужна вот такая вот красивая деревянная бусина. Итак, волосы, которые у нас подлиннее, мы с одной стороны разрезаем. Так. Убираем лишнее. Подравниваем, если это необходимо. И теперь нам нужно прикрепить их к нашей большой бусине. Для этого мы используем иголку с большим ушком, чтобы она смогла пройти отверстие. Все подходит. Потому что нам нужно вдеть ниточку основу в нашу бусину. Так. Вдеваем нитку. И получившуюся петлю мы должны закрепить волосы будущего ангела. Делим их на две части. Распределяем равномерно. Так. И когда мы распределили их равномерно, закрепляем узлом. Вот уже получается у нас такая шикарная шевелюра. Теперь делаем нижнюю часть. Она у нас другого цвета. У нас такой волшебный необычный ангел в розовых оттенках. Также разделяем намотанные нитки на две части. Разрезаем. И в ниточку основу разделяя пополам точно так же, как и волосы вкладываем. И сюда лазим. Так. И сейчас, конечно же, так как у нас не просто кукла, а у нас новогодний волшебный ангел, мы должны обязательно сделать ему крылья. Для этого я выбрала воздушное кружево. Можно эти крылья делать так же из веревочек. Можно вырезать из красивой бумаги. Я выбрала кружево. Делаю из кружева форму, необходимую мне для крылышков. Здесь можно для удобства скрепить их резиночкой. Можно ниточкой. красиво распределяем крылышки. И мы должны их вложить между двумя частями туловища. И теперь осталось закрепить их. Используя можно для удобства опять же сначала скрепить резинкой. так. И резинку можно спрятать сделав в кукле либо поясок из какой-то другой нити выделив талию и платье. Можно обмотать той же самой ниткой чтобы просто не было видно резинки. А можно вообще не использовать резинку. Можно ленту использовать. Тоже будет очень красиво сделать как поясок. Так. Ну и как вариант чтобы у ангела были ручки можно использовать опять же либо какую-то веревочку. Можно сделать из бумаги из картона. У меня под рукой оказалась вот такая пластичная проволока декоративная. Мы ее прячем в так называемое туловище вовнутрь. Итак, мы продели ручки. Отрезаем внешние ниточки вспомогательные, которыми мы делали узелочки. так как ручки гнулся, мы можем придать нужную форму, можем даже чтобы ангел что-то держал. Пускай у нас рукан допускаем у нас молиться. Итак, теперь необходимо просто все расправить, можно с помощью расчесочки расчесать, придать нужную форму, лишнее мы сейчас подрежем, сделаем прическу нашей кукле, можно здесь же сделать сразу петельку, потому что этот ангел предназначен для того, чтобы украшать новогоднюю елку. поэтому мы сразу формируем петельку и красиво распределяем шикарные волосы. Делаем их одной длины, аккуратно, чтобы лишнее не подстричь и лобочка. Можно заплести наши новогодние игрушки косы, можно вести ленту, украсить красивыми бантиками, но мы оставим ее вот в таком виде, нежная, очень необычная, креативная новогодняя игрушка у нас получилась. украшайте свой дом своими руками, делайте такие новогодние игрушки вместе детьми, это будет им очень радостно. Ну а мы прощаемся с вами, увидимся в следующих передачах на ОТВ. Я вот тут подумал, смотрю, у нас такие яркие краски в студии, вообще как-то смотрится сейчас ярко, несмотря на то, что зима, еще в самом разгаре, только середина зимы, можно сказать, хочется радовать себя яркими цветами, яркими красками, что сделать? Тимур, так вообще не вопрос. Я предлагаю тебе заглянуть ко мне в кабинет, у меня на окошке стоят прекрасные цветочки на любой вкус, и ты сразу очучишься в этом благоухающем и чудесном мире цветов. Ах, как звучит, а заглянешь ко мне в кабинет. А нашим жителям я советую посмотреть рубрику про цветы и узнать все самые полезные советы по уходу за ними. Доброе утро! С вами рубрика про цветы и я, Дарья Ромашева. Сегодня я расскажу вам, как сохранить свежесть букета дольше. Итак, вы принесли домой букет. Обязательно снимите с него упаковку и все лишние элементы. букет. Букет обязательно перед постановкой вазу нужно подрезать острыми ножницами или секатором под косым углом. так стебли будут получать достаточное количество воды. В вазу обязательно нужно добавить специальное средство для свежести воды. Если у вас под рукой нет специального средства для стойкости цветов, вы можете использовать подручные средства. Например, рюмка спирта, несколько капель масла чайного дерева, ложка сахара или таблетка аспирина. Эти вещества помогут оставаться в воде чистой как можно дольше, а это очень важно для стойкости и свежести вашего букета. И обязательно смотрите, куда вы располагаете букет. Его нельзя ставить рядом с фруктами, около отопительных приборов и на сквозняках. С вами была я, Дарья Ромашева и рубрика про цветы. Желаю вам замечательного дня, скоро увидимся снова. Очередное какое-то застолье у нас. И я, знаешь, я посмотрел, один юрист, второй юрист, третий юрист. Думаю, как здорово, что у меня так много знакомых юристов, кому можно обратиться по тому или иному вопросу, когда ты не знаешь на него ответ. И наверняка тебе эти замечательные друзья могут подсказать. Отлично. А вот у нас, между прочим, тоже есть один юрист. И все самое полезное мы узнаем в нашей рубрике «Советы от юриста». Смотрим. Зачастую мы совершаем покупки, без которых вполне можем обойтись. Могло быть хорошее предложение или очень красивое представление товара в магазине. А придя домой, понимаем, что второй пылесос нам не нужен. Или не рассчитались с габаритами и холодильник не помещается на кухне. А бывает, что купив какую-либо технику, она может оказаться просто неисправной. Все о возврате техники расскажу сегодня, но обо всем по порядку. Приобретая технику и осознав, что она вам по каким-нибудь параметрам не подходит, вы смело можете сдать ее в магазин в течение 14 дней с момента покупки. Но есть нюанс. Даваемый товар должен быть надлежащего качества, технически исправен, без повреждений, упаковка не испорчена и имеются все документы, которые вы получили при приобретении товара в магазине. Для осуществления задуманного вам необходимо подать письменное обращение, при этом вы можете как просто сдать товар, так и обменять его на аналогичный. Если вы приобрели товар и он неисправен, то вам необходимо написать претензию и дождаться ее рассмотрения. В случае положительного ответа магазина ваш вопрос решен, а в случае отрицательного выход только один подача искового заявления в суд. Что касается отказа магазина в принятии товара, то есть несколько случаев, когда это предусмотрено законом. Во-первых, вы не можете сдать технику в магазин по истечению двух недель с момента покупки. Во-вторых, даже неисправную технику не примут, если на ней имеются дефекты или какие-либо повреждения. И в-третьих, не получится у вас сдать технику продавцу, если она эксплуатировалась ненадлежащим образом. И старайтесь приобретать товары у проверенных поставщиков и проверять технику на месте. Удачи! Сегодня 18 января. Полнолуние находится в знаке Льва. А значит, надо не совершать необдуманные действия. Ты с таким умным выражением лица говоришь, как будто ты увлеклась астрологией. Хотя, наверняка, близнецы любят всегда изучать что-то новое. И предполагаю, что гороскоп тебя завлек. Предлагаю тебе самой написать следующую неделю нашего гороскопа. Тимур, я только за. Обязательно для тебя напишу самый подробный гороскоп. Ну а пока смотрим наш любимый гороскоп. Овны. И вот все чудесным образом встало на свои места. Это один из тех дней, когда воплощается все задуманное словно по волшебству. Сосредоточьтесь на своем намерении и наблюдайте за тем, как работает магия. Чтобы получить желаемое, сегодня не придется прилагать особых усилий. Тельцы. Перестаньте все держать в себе. Если вас что-то беспокоит, говорите прямо. Если вы сомневаетесь в человеке, обсудите с ним волнующую вас проблему. Если вы и дальше будете молча обижаться на мир, ничего хорошего из этого не выйдет. Близнецы. Не бывает черного и белого. Чаще всего все, что происходит с нами, имеет две стороны. Однако, вы склонны четко дробить мир на желаемое и нежелаемое. Постарайтесь смягчить краски и приглядеться к привычным вещам. Возможно, вы осознаете свои ошибки и одумаетесь. Раки. Если вы идете по правильному пути и готовы продолжать идти, в конце концов вы добьетесь поставленной цели. Не огорчайтесь, если результата не удастся добиться быстро. Терпение и труд все перетрут. Главное не сдаваться. Оливы. Ваши мечты меняются вместе с тем, как растете вы и меняетесь сами. То, что раньше вам казалось желаемым и непостижимым, сейчас кажется бесполезным и незначительным. Это нормально. Вы развиваетесь, а вместе с этим ваши планы приобретают новый масштаб. Девы. Если вы хотите обратить время вспять, считайте, что вселенная подарила вам второй шанс. Именно сегодня вам удастся исправить все ошибки прошлого, проанализировать настоящее, попросить прощения и изменить будущее. Будьте готовы к решительным действиям. Весы. Карты говорят о внезапных переменах на любовном и романтическом фронте. Итак, скажите «да» неизвестному. Скажите «да» этому бурному роману, который уже некоторое время стучится в вашу дверь. Не все должно длиться вечно, и это нормально. Окунитесь в омут чувств, а дальше будь что будет. Скорпионы. Жизнь полна сюрпризов. Не так ли, Скорпион? Как только вы были готовы отказаться от любви, Вселенная показала вам, что вы без нее не можете. Следующая глава вашей жизни будет посвящена созданию семьи или укреплению родственных связей. Уделите больше времени близким. Стрельцы. Сегодня в вашей жизни высок риск обманов и провалов. Постарайтесь не допустить того, чтобы кто-то из вашего окружения подставил вас, используя сокровенную информацию. Не рассказывайте секреты направо и налево. И будьте осторожнее, особенно при контактах с коллегами. Козероги, вода камень точат. Если вы долгое время бились в одну дверь и никто не открыл, это не повод уйти и перестать стучать. Возможно, именно на этой неделе перед вами откроются все горизонты. Главное не сдаваться. Водолеи. В вашей жизни бывают моменты, когда вы должны отпустить все, что знакомо, и сделать шаг в неизвестность. Не бойтесь отказаться от того, что имеете, чтобы получить нечто большее. Новое это не значит плохое. Рыбы, пришло время взять паузу и поблагодарить вселенную за все, что вы имеете. Даже когда вам казалось, что мир рушится, на самом деле он собирался по кирпичикам. Просто нужно было отыскать подходящее. И в этом вам помогал голос сердца. Ну что ж, дорогие и уважаемые и любимые телезрители, надеюсь, что мы вас настроили на правильный, позитивный, бодрый день, что он пройдет очень продуктивно, и вы будете вспоминать нас с добрым словом. А мы с вами не прощаемся, а всего лишь говорим до новых встреч. Всем пока! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова